Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Виола Огородникова, специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению. Здравствуй, Виола! Здравствуй, Маша! Очень рада тебя видеть в нашей студии. Когда мы здесь встречались в последний раз, ты была, если мне память не изменяет, на восьмом месяце беременности. Вполне возможно. Прошло время, у твоей малышки уже 4,5 месяца. Конечно же, расскажи, как ты себя чувствуешь и как тебе помогло все то, чем ты занималась во время этого прекрасного 9-месячного периода, время в ожидании появления на свет твоей малышки. Я себя чувствую, наверное, как многие молодые мамы. Очень плотный график, потому что у меня малышка. Плюс я создаю курсы для тех людей, которые, и для тех женщин, которые родили, либо естественно, либо это было кесарево сечение. Я, опять же, создаю курсы для женщин, которые прошли этот период, но тем не менее не восстановились, потому что неважно, сколько времени прошло, это может быть год, два, даже 10 лет, если женщина не занималась собой после родов, не восстанавливала себя, то вот все те причины, которые приводят, может быть, к каким-то опущению внутренних органов, к выпирающему животику, к болям в спине, это могут быть отголоски как раз той травмы, которая получена в родах и которая не была вовремя остановлена и подлечена. А вот все-таки с какими проблемами чаще всего сталкиваются женщины уже после рождения ребенка? Сразу после рождения ребенка женщины сталкиваются с тем, что им тяжело ходить, как минимум, у них стресс огромный, потому что это все равно, если особенно это первый ребенок, это что-то новое, это очень волнительное, а большие переживания справишься, не справишься, насколько ты хорошая мама. То есть можно разделить на психологическую часть и переживания, на усталость, связанную с тем, что мама не высыпается, часто это отсутствие хорошей еды, потому что если маме не помогают готовить просто некогда, конечно, это момент с гормонами, потому что гормоны совершенно другие приходят в этот период после родов, и с этим тоже надо справиться и поддержать свой организм. Ну и, конечно, это определенные проблемы со спиной, которые, может быть, вы не ощущали даже в беременность так, но уже после родов, когда мы держим ребенка, еще не научились держать его правильно, кормим еще, может быть, не научились кормить правильно в согнутом положении. Это каждый день мы чувствуем, как начинает стягиваться шея, опускаться овал лица, стягиваются плечи, то есть мы все начинаем уходить в позу эмбриона, как наши детки в животе, да, то есть просто начинает нас стягиваться. И вот к каким проблемам все это может привести? Это приводит просто как минимум к ухудшению самочувствия, это также очень негативно влияет сутулость, да, и та вот такая стянутость на лактацию, потому что хорошая лактация и хороший лимфодренаж – это залог успеха с количеством молока, с кормлением, с тем, как вы дышите и вообще насколько насыщается ваша кровь кислородом, ну и вообще просто с вашим хорошим самочувствием, возможностью носить ребенка, потому что это поясница, это грудная клетка и, ну и, соответственно, это ваше молоко и возможности кормить ребенка. Ну мы прекрасно понимаем, что когда появляется ребенок, количество свободного времени у мамы, оно, ну практически, оно не то чтобы стремиться к нулю, оно равно нулю, но тем не менее, как женщине, мамочке, вот выстроить свой график и свой день таким образом, чтобы время оставалось для себя, для своего здоровья, для занятий какой-то физической активности, да, для занятий красотой, потому что, безусловно, хочется выглядеть все-таки красиво, когда муж возвращается с работы, а не, там, не знаю, в растянутом халате, с пучком на голове и, в общем-то, с таким смешечем взглядом немножечко. Не знаю, Маша, первый месяц, мне кажется, вот внешний вид, это самое лучшее. Вообще не имеет значения, да? Не имеет значения, потому что, конечно, хочется спать у всех, детки вообще по-разному спят, разный график, разные какие-то истории, проблемы с этим связаны, поэтому, наверное, каждая женщина более-менее справляется по-разному. Единственная рекомендация – это обращаться за помощью к кому угодно, потому что даже, ну, у меня женщины, которые занимаются, которые только родили, и говорят, что самые близкие женщины, там, мамы или свекровь, не всегда поддерживают, например, нет молока, сходи в церковь. Просто давно не заходила, и, наоборот, просто какой-то клиент или подруга или знакомая придет и приготовит суп, понимая, как это важно, да? То есть вот этой заботой тех женщин, которые готовы ее оказать, что-то приготовить, где-то убрать, чтобы женщина больше отдыхала. Мужа, да, если он тоже рядом и готов помогать, даже если не готов, просто, ну, объяснить, попросить о помощи, для того, чтобы вы могли спать, спать с ребенком желательно, не сидеть в интернете в это время, а все-таки пользоваться тем периодом, когда малыш тоже спит. Вот это, наверное, то, что… То есть самое главное – отдыхать? Самое главное – отдыхать, но вот эта вот история, что вообще не двигаться, особенно если женщина прошла кеслево сечение, всегда в роддоме будут говорить, и есть такие особо активные акушерки или медсестры, которые, я знаю, в роддоме приходят, и каждый час говорят, так, встали, сделали зарядку. То есть такой гестапо прям, потому что бы не было спаечного процесса. Поэтому двигаться очень важно, а движением мы запускаем кровообращение, дышать очень важно. Как это все совместить с грудным ребенком? Ну, во-первых, движущая сила для нас – это неприятное ощущение, это боль, да, мы хотим это убрать, мы хотим чувствовать себя хорошо. Есть очень какой-то небольшой комплекс упражнений, которые, тем не менее, эффективны, пока вы чистите зубы, если вы вдруг нашли на это время, или попросили мужа, да, или просто идете по дороге там на кухню или куда-то, можете сделать какие-то круговые вращения в коленях, в речах. Можем что-то показать прям? Можем показать, мы, кстати говоря, можно даже пересмотреть нашим телезрителям передачу, которую мы снимали, когда я была беременна. Ты помнишь, у нас было упражнение с полотенцем сидя, его можно делать лежа, но на самом деле лучше стоя либо сидя. Это как раз работа на расширение грудной клетки, это то, что, во-первых, насытит ваши легкие и кровь кислородом, во-вторых, это улучшит вашу осанку 100% и снимет боли в спине. И упражнения на ягодицы, которые были в предыдущих наших передачах, потому что в этот период, опять же, если была эпидуралка кесарева, если были естественные роды, тоже не всегда чувствуешь вот эту зону поясницы, живот же еще у нас, никакие мышцы нас не поддерживают с этой стороны, поясница провалена назад, и как-то себя, а уже ребенок на руках, и получается, что поясница начинает страдать еще больше, поэтому обязательно бандаж, обязательно только правильно его носить, утягивать не живот, а все-таки в область бедер, чтобы мы с одной стороны стягивали бедра, потому что мы все 9 месяцев расширялись в этой части, была здесь поддержка, и чуть-чуть животик, да, хотя вот в роддомах там утягивают живот, создают, хотя вот тем самым внутребрюшное давление повышенное, наоборот, это усугубляет и приводит к возможному опущению внутренних органов, поэтому здесь просто работаем с ягодицами, я могу показать то, что точно делать нельзя, вот такие вот приседания ни в коем случае после родов мы не делаем, потому что это провокация прямая к опущению внутренних органов, то есть там есть определенные упражнения, мы сегодня покажем одно, на йогу, привыкли втягивать живот, это очень хорошая и позитивная практика для внутренних органов, втягивание живота, вот после родов ее делать не надо, потому что мы всегда все равно делаем этот вакуум, у нас в простом обычном состоянии срабатывают мышцы живота, он умеет собираться, у него есть такая функция, после родов он забыл, как это делается, он растянулся, и у вас, скорее всего, втянется, не 100%, не, скорее всего, 100%, только верхняя часть живота, то есть у нас, опять же, повысится внутребрюшное давление, внизу живота и пойдет давление на органы малого таза, поэтому здесь очень важно понимать, что нам можно делать, что нельзя. Меня недавно в группе для беременных и тех, кто уже остается в этой группе после родов, в ужасе спросили, как это так, вы пишете, что нужно и можно заниматься вот у вас с первого дня после родов, если нет там головокружения и кровотечений, ну, то есть каких-то показаний, что надо вообще быть в больнице под присмотром. Можно и нужно, потому что без движения, опять же, нет лактации, плохое самочувствие, ухудшение состояния в спине, да, там нужно двигаться обязательно. И, конечно, прослеродовое восстановление не говорит о том, что вам нужно качать пресс. Ни в коем случае нельзя, потому что мышцы не готовы, как бы нам не хотелось прийти к плоскому животу, выйдя прямо сразу из роддома. К сожалению, такого не происходит. Вот, поэтому мы разделяем обычно, я разделяю, послеродовое восстановление, это период с момента, когда вы родили или прошли кислевое сечение, то, что можно делать и нужно, и вас поддержит, и подготовит к плоскому животу до полутора месяцев, если это были естественные роды, и два месяца, если это было кесарево сечение. И то ваш специалист, с которым вы работаете в женской консультации, он вам подскажет, может быть, вам можно раньше начать или, наоборот, чуть позже отодвинуть момент работы с животом. И затем идет период от двух месяцев где-то до трех, да, мы постепенно начинаем включать, приактивировать мышцы тазового дна, глубокие мышцы живота, которые утягивают наш живот. Вот, не прямую, которую мы обычно качаем, да, в тренажерном зале, она просто у нас ложится сверху, и она еще, ну, не готова сократиться так, а глубокие, утягивающие поперечные мышцы живота. И уже потом, когда девушка проходит, ну, это от трех месяцев и пусть даже прошло лет десять, мы говорим о том, что мы работаем уже с таким форматом, как женское здоровье, потому что мы более-менее пришли в форму. И даже если в этот период вас ничего не беспокоило, если ваш ребенок уже весит где-то пять семьсот пятьдесят, как у меня сейчас, да, ближе к шести килограммам, то даже если вы пришли более-менее в форму, можно заметить, и вам приходится его носить на руках ребенка, что ваш живот опять начинает уходить вперед, именно низ живота. Это говорит о том, что очень тяжело, и вам нужно принять меры. А это одевать бандаж, стараться поменьше договариваться с ребенком, носить его поменьше, договариваться с мужем, что если он, ну, никак не сдается, ребенок хочет на руки, чтобы все-таки максимально он переносил какие-то кресла, переноски, но для того, чтобы снимать это напряжение, иначе никак, иначе вы просто будете дольше восстанавливаться. И что бы я порекомендовала девушкам, которые все в материнстве, да, не растворяются в ребенке, все-таки занимайтесь собой обязательно, любую свободную минуту. У вас есть три минуты? Сделайте упражнение на живот, когда это уже можно делать. Почему? Потому что чем мощнее вы уже укрепите в период, когда это, ну, после двух месяцев живот до, скажем так, взросления мужа в плане килограммов, да, его увеличения, тем вам будет проще и безопаснее его носить с точки зрения, ну, такой возможной, возможного опущения внутренних органов. Поэтому вот здесь очень важно укреплять спину, укреплять ягодицы, потому что, когда поясница у нас еще не поддерживается мышцами живота, кто ответственен за положение таза? Хотя бы ягодицы. Это можно делать, когда мы ходим с коляской. Вот это тоже я вам покажу сегодня. Может быть, что-то уже посмотрим? Давайте. У нас есть коврик. У нас есть коврик, у нас есть любой гимнастический мячик комфортный, вы можете выбрать для себя любой объем, но не фитбол, который огромный, да, то есть вполне себе адекватных размеров. Мы сейчас с вами выполним упражнение, которое подойдет женщинам, которые уже вошли в период возможной работы с животом, то есть это два месяца после кесарево сечения, полтора месяца после естественных родов, но опять же желательно после консультации со своим врачом. Итак, обязательно мы ложимся на коврик через бок, чтобы не давать провокации на прямые мышцы живота. Лягте таким образом, чтобы между вашей поясницей и полом проходил как будто бы лист бумаги. То есть неправильно, когда мы прогибаемся очень в пояснице, но и неправильно вжимать поясницу в пол. То есть такой легкий, комфортный прогиб, который должен быть у человека в норме. И теперь мы с вами стопы поставим вместе, руки положим широко, и мы постепенно с вами будем опускать правую ногу вниз, расслабляя позвоночник. Сейчас мы не думаем, как мы будем ее поднимать. Здесь важно просто расслабить и сделать такую хорошую иннервацию позвоночника. Это легкая скрутка в области поясницы. Таких повторов можно сделать 5-6 раз, можно больше, если вам здесь приятно. И затем снова опуская правое колено в пол, поясница левой ноги тоже отрывается у нас от пола. И сейчас на выдохе, с выдохом, отталкиваясь правой рукой от пола, не поднимая ногу, мы очень хорошо отталкиваемся рукой от пола. И затем почувствуйте, как от руки, от работы руки начинает включаться у нас косые мышцы живота. И мы как бы нехотя начинаем мышцами живота подтягивать ногу наверх. То есть мы не самой ногой поднимаем ее в исходное положение, а именно мышцами живота за счет включения руки и через руку включения косых мышц живота. Очень такое напряженное на самом деле состояние. И также мы кладем левое колено, опускаем в пол. Обратите внимание, что поясница правой стороны отрывается от пола. И с выдохом теперь левой рукой интенсивно отталкиваемся от пола. Чувствуем, как через включение живота у нас подтягивается нога. И таких мы делаем 10, на выдохе поднимаем ногу, 15 повторений. И здесь обращайте внимание, что мы делаем не движение ради движения, а движение и хорошую интенсивную работу рукой производим для того, чтобы включить косые мышцы живота, которые поддерживают наш корпус и, собственно, принадлежат к мышцам кора, которые помогают и нашим мышцам спины и животу включиться. И, в общем-то, почувствовать свою талию, если мы говорим про эстетику и себя в очень хорошем таком самочувствии и в хорошей форме. Итак, когда мы сделали это упражнение, сделайте 15 раз. Возьмите любой гимнастический мячик, положите его под крестец. Это твердая часть между двух ягодиц. Копчик мы не затрагиваем. Если вам там некомфортно, переложите мяч ближе к пояснице. Но в пояснице мы мяч не кладем. Итак, твердая часть. Надо найти золото середину. Да, попробуйте, поэкспериментируйте, вы поймете, о чем речь. Теперь на выдохе расслабьте поясницу и обратите внимание, что она как будто бы как в гамаке провисла у нас. То есть прогибы мы убираем. Руки можно положить пока как удобно. Поднимите ножки наверх. И сейчас мы будем с вами ноги уводить в стороны не очень широко для того, чтобы вы могли их собрать. Затем в конце, в крайней точке поверните пятки друг на друга. И на выдохе, с мощным выдохом, собирая мышцы живота, начинаем собирать пятки вместе. И снова верните стопы в исходное положение. Снова вдох. Пятки повернули друг на друга. И сильным выдохом, чувствуя, как живот становится более компактным, более плоским. Вы можете трогать свой живот и наблюдать за тем, чтобы ни в коем случае он не выпячивался вперед на собирании ног. То есть у нас здесь включаются мышцы тазового дна, глубокие мышцы живота. И снова вдох. Поперечная мышца живота. Да. Которая отвечает как раз за утягивание всего нашего объема. Сколько нужно сделать таких повторов? Выполните таких тоже 10-15 повторов. Возможно, вначале будет сложно это соблюдать, да, так 10-15 повторов делать. В таком случае выполняйте сколько получается. Затем мы с вами уберем мячик и займемся при активации мышц тазового дна и поперечной мышцы живота. Поместите мячик между колен. Сделайте вдох. Обратите внимание, чтобы прогибов поясницы не было. Не прижимайте поясницу лист бумаги между полом и поясницей. И с выдохом начните нажимать коленями в мяч. Выдох. И почувствуйте, как живот стал компактным, как включились мышцы тазового дна, как включились косые мышцы живота, поперечная. Животик такой прям хорошее ощущение, что все мышцы стремятся к пупку. И на выдохе расслабьтесь. Точнее, это уже вдох. Выдох. Собираем коленями мяч. Собираем мышцы живота. Вдох. Расслабляемся. И сейчас сделаем вариацию. Выдох. Нажали коленями мяч через приводящие мышцы бедра. Включились мышцы тазового дна, глубокие мышцы живота. И поднимите таз чуть-чуть повыше. Расслабьте колени. Выдох. Нажмите в мяч. Отпустите. Чуть-чуть отпустите. Снова нажмите. Слегка отпустите, не до конца. И третий раз нажмите. И отпустите мяч. Расслабьте ягодицы. Еще чуть выше поднимите таз. И также три повтора. Три, два, один. И еще чуть выше поднимите таз. Три, два, один. Когда мы нажимаем коленями в мяч, мы чувствуем, как через приводящие мышцы бедра собираются все мышцы живота, мышцы тазового дна. Можно делать очень медленно, особенно если вам тяжело пока почувствовать регион живота. И аккуратно возвращаемся обратно. Обращайте внимание, что в крайней точке мы не выгибаемся в мостик. То есть наша задача слегка поднять таз. Здесь включаются еще ягодичные мышцы, приводящие мышцы бедра, живот. Собственно, работают очень хорошо ноги. И опускаем таз вниз. Здесь также выполните 10-15 повторений. И это то, с чего стоит начать, когда вы недавно родили. Это безопасно. И это очень хорошо подготовит вас к более амбициозным упражнениям. Виола, ну и обещанное упражнение в завершении программы. Да, Маш, я обещала, как тренироваться, экономив свое время, когда вы ходите с коляской. Предположим, что это коляска. Встаньте так. Ну, сначала, конечно, потренироваться лучше на коврике для того, чтобы понять, какая ширина между ваших стоп должна быть. Так, встаньте стопами на ширину коврика, не очень широко. Согните переднюю ногу в колени и направьте колено и бедро в сторону коляски. То есть у нас бедро уходит диагонально вперед. Из этого положения оттолкнитесь рукой от коляски и уйдите корпусом в противоположное от бедро сторону. И как раз, если ваш ребенок требует укачивания в это время, ваша рука может толкнуть коляску вперед. С выдохом подтяните коляску на себя, одновременно беря вот этот импульс поддержки от коляски и оттолкнитесь передней стопой от пола так, чтобы у вас включилась ягодица. Итак, мы делаем вдох. Обязательно выполняйте это упражнение и гуляйте, особенно первые два месяца, в бандаже. Таким образом, это упражнение будет для вас безопасным, потому что бандаж будет поддерживать ваши бедра, ваш живот. И выдох. И вот таких упражнений на одну и на другую ногу ваша задача сделать столько, сколько пока получается, потому что в начале после родов достаточно амбициозная история. И затем наращивайте по 15 раз и по три подхода. Вы можете, например, сделать 15 раз на одну ногу, 15 раз на другую ногу и затем погулять. Потому что можно делать, например, утром, 15 раз в обед, 15 раз и вечером 15 раз. Нет, Маша, за одну прогулку. За одну прогулку. Конечно, вы гуляете, вам нужно как-то поукрепляться. Вы думаете, ага, чем же себе помочь? Вдруг вам такая мысль пришла в голову. Я надеюсь, что пришла. И я вас уверяю, что вы, когда сделаете такое упражнение, вы можете делать глубже, пожалуйста, выпад. Только важно, да, следить, чтобы ваша грудная клетка удлинялась. Вы никуда не сгибаетесь. Поэтому обращайте внимание, насколько глубоко вы можете уйти без потери качества. И очень медленно вдох. И обращайте внимание, что вы хорошо загружаете стопу, внешний край стопы опорный и выталкиваете себя наверх. Вот когда вы сделаете на одну ногу и на другую это упражнение и начнете идти, вы поймете, насколько легче вам идется. Потому что у вас включились ягодицы, у вас хорошо здесь поработал тазобедренный. Он в другой проекции, не совсем в привычной. То есть питание тазобедренного улучшается. А нам очень важно после родов улучшать питание тазового региона. И вы просто почувствуете, что, боже мой, у меня, оказывается, ягодицы снимают такую нагрузку. Это как муж, который пришел с работы, взял ребенка, и вы можете спокойно поесть. Вот бедра, ваши ягодицы, ваш таз – это вот такие ребята. Очень классные, поэтому ухаживайте за ними, заботьтесь о них. И будет вам счастье, и вы можете это делать каждую свободную минуту, как только вам хочется какой-то физической активности, когда вы гуляете с ребенком. И последний лайфхак, как те упражнения, которые мы с вами сейчас делали на коврике, привнести в вашу прогулку. Мы там не можем пока лечь, по крайней мере, зима. Мы ходим с ребенком. Вот ваша коляска. И наша задача здесь, когда вы, например, хотите приподнять коляску, чтобы переехать через бордюр или поднять ее там на какую-то ступеньку, ваша задача сделать выдох и собрать мышцы живота, представляя, что вы сейчас коленями сжимаете мяч, да, и вспоминая, что у нас включаются мышцы тазового дна, и все мышцы живота стремятся к пупку. И затем вы нажимаете на коляску, и таким образом у вас уже все мышцы живота подтянуты, и вы таким образом тренируетесь. Вы можете даже не используя никаких ступенек выполнять это упражнение на таком хорошем шумном выдохе, и вы будете тренировать все эти мышцы. Ну и, конечно, когда мы берем ребенка, мы берем его правильно, лучше слегка сгибать ноги в коленях, выдыхать, особенно когда он уже 6 килограмм. И когда вы выдохнули, очень хорошо сделали живот компактным, поднимайте его, ну и носите, соответственно, не убирая поясницу и таз назад, а старая все-таки чувствовать, что вы на вдохе очень хорошо удлиняетесь, подтянули живот, ну и доносите его до следующего, конечно, места дислокации. Собственно, вот такие простые вещи, и для этого не нужно тратить специально какое-то время, которого просто нет. Виола, спасибо за ценные советы. Спасибо, Маша, что пригласили. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания.